Добрый день, уважаемые телезрители! Итоговый выпуск новостей на телеканале Новороссия ТВ. В студии для вас работает Дмитрий Подорожник и далее о главных событиях уходящей недели. О ситуации на линии разграничения в комментарии начальника пресс-службы вооруженных сил ДНР Даниила Бессонова смотрите далее. В прошедшую неделю украинской стороной был нарушен режим прекращения огня 178 раз. При этом выпущено по территории республики 733 снаряда разных калибров. Обстрелу подвергалось 24 населенных пункта республики. К сожалению, есть потери. Среди мирного населения ранения получили два человека. Среди военнослужащих два человека ранены и два человека погибли, к сожалению. Хочу отметить, что миссия БСЕ на украинской стороне продолжает фиксироваться отсутствие тяжелого вооружения в местах отведения, где оно должно было находиться по условиям минских договоренностей. По территории республики было выпущено более 300 снарядов и мин разного калибра. При этом обстрелу подвергались 18 населенных пунктов. К сожалению, в Петровском районе в результате обстрела погиб молодой мужчина, 92-го года рождения. Также в населенном пункте Безыменная был обстрелян наблюдательный пункт совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня. В составе этого центра находился украинский офицер, представитель СКК, который также подвергся обстрелу. Они полтора часа прятались в подвале, по ним было выпущено 40 мин калибра 82 мм и 9 мин калибра 120 мм. Но, естественно, украинская сторона об этом заявлять не будет. Данил, с чем связано увеличение количества обстрелов со стороны Украины? Ну, я думаю, обострение связано... У них сейчас ротация происходит, бригад. То есть подразделения меняются, на их замену приходят новые. Также фронт сейчас заполняется нацбатами. То есть мы знаем радикальные эти группировки. Ну и также не исключаю того факта, что, возможно, обострение связано с событиями в Киеве. Потому что мы знаем, что митингующие обращались к Добрабатам, в том числе к батальону Донбасс, который поддерживает митинг. Для того, чтобы они вышли из зоны АТО и пошли в Киев бороться с врагами внутри, как они говорят. Поэтому я не исключаю, что власть Украины и командование ВСУ предприняло меры по эскалации конфликта и по увеличению обстрелов. Ну, скажем так, они создают видимость войны для того, чтобы задействовать эти подразделения, особенно нацбаты. Для того, чтобы у них не было мысли идти в Киев, чтобы они были отвлечены войной. Поэтому они совершают эти провокации, регулярный обстрел. И вот за сутки мы видим, что получилось. Какое количество вообще выпущено снарядов по нашей территории. Дмитрий Зиньковский, Евгений Полянский, Новороссия ТВ. В понедельник, 23 октября, состоялся брифинг начальника отдела общественных связей и международной деятельности Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР Натальи Гетовой. Спикер ведомства отметила, что за минувшую неделю значительно сократилось количество пожаров. Подразделениями МЧС ДНР ликвидировано 49 пожаров. Стоит отметить, что за неделю сотрудниками МЧС спасено 4 человека. Из них на пожаре в городе Горловка спасена женщина пожилого возраста. На угольном предприятии в городе Макеевка горноспасателями спасен мужчина 1974 года рождения, а также в нестандартных ситуациях оказана помощь и спасены 2 человека в городах Донецк и Янакиево. Продолжают работу пункты оказания помощи населению, расположенные на таможенных пунктах пропуска. В течение недели за различной помощью к сотрудникам МЧС обратилось 2263 человека. Из них 46 нуждались в оказании медицинской помощи. Всем обратившимся оказана квалифицированная помощь. Также Гетова сообщила, что отрядом пиротехнических работ МЧС в течение недели было выявлено и обезврежено 1386 единиц взрывоопасных предметов. Алина Черняева, Владислав Лем, Новороссия ТВ На центральной площади столицы ДНР 25 октября состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню флага ДНР. Черный цвет государственного знамени означает нашу землю, уголь, недра и богатство. Синий – это духовное единение жителей республики. Алый – цвет доблести и пролитой крови героев ДНР. Тысячи жителей республики пришли в этот день на площадь Ленина, чтобы вместе с главой государства Александром Захарченко поздравить своих соотечественников с этим праздником. Уважаемые граждане, хочу поздравить вас с сегодняшним праздником. С Днём флага ДНР. Этот праздник знаменателем. Под нашим флагом мы идём в бой. Под нашим флагом мы восстанавливаем экономику. Открываем заводы. Строим школы, дома, детские садики. Под этим флагом погибали наши товарищи. И под этим флагом мы обязательно победим. Уверен, что это станет тот день, когда наш флаг будет речь на всех городах бывшей Донецкой области. Торжественное поднятие самого большого флага ДНР положило начало череде мероприятий, посвящённых государственному празднику. В частности, по окончании официальной части мероприятия для граждан республики была организована концертная программа на центральной площади города. В среду 25 октября заместитель председателя Верховного суда ДНР Лилия Резникова провела брифинг на тему особенности рассмотрения гражданских дел о выселении из жилого помещения и признании лиц, утративших право пользования жилым помещением. Обращаю ваше внимание о том, что согласно статье 116 ЖК Украины невозможно выселить из такого помещения лиц, которым это помещение принадлежит на праве совместной собственности. Это что касается выселения. Что же касается признания лиц, утратившим право на жилплощадь, в данном случае можно признать утратившим право на жилплощадь лиц, которые в течение 6 месяцев без уважительных причин не проживают на этой жилплощади. Это касается квартир, которые находятся в государственной собственности или в коммунальной собственности. По утверждению Лилии Резниковой, в Верховном суде ДНР сейчас нет ни одного дела о лишении права на жилье в связи с долгами за услуги ЖКХ. Слухи, распространяемые Укра-СМИ, остаются неподтвержденными слухами. Также на брифинге были рассмотрены частные случаи квартирного вопроса в республике. Жилье – это всегда было проблемным вопросом для всех людей. И конкретные примеры я приведу, и сами вы сможете убедиться в этом. Супруги регистрируют брак. Одному из супругов принадлежит квартира. Он, безусловно, вселяет в эту квартиру супругу, с которой зарегистрировал брак. Или же другой пример. Дети зарегистрировали брат. Все же родители хотят, чтобы семья детей была крепкая. Они, безусловно, регистрируют супруга своей дочери в этой квартире. Вся проблема заключается в том, что семьи у нас не всегда бывают крепкими и имеют место в случае, когда семьи распадаются. И что же тогда получается? Получается, что один из супругов, который вселился в эту квартиру, не всегда хочет ее освободить. После чего граждане, которые пытаются защитить свои права каким-либо образом, стараются найти юриста. И уже после того, как случилось, и они зарегистрировали этих людей в этой квартире, пытаются узнать о последствиях. А последствия такие у нас получаются. Квартирная плата или коммунальные услуги начисляются на всех лиц, которые зарегистрированы. Или, допустим, собственник желает продать квартиру, а лицо, которое вселилось туда, зарегистрировано там, не желает выписываться. А новый покупатель не желает покупать квартиру с лицами, которые там зарегистрировались. Вот такие проблемы возникают. В результате люди вынуждены обращаться в суд. И одно дело, когда они обращаются за защитой, говорят, пожалуйста, нам нужно защитить наше справедливое право на жилье. А с другой стороны, существует закон. И это статья 33-я жилищного кодекса, 33-я статья Конституции, которая предусматривает право на жилье. И никто не может у нас быть бесправно выселены с жилья. Государственным комитетом по экологической политике и природным ресурсам при главе ДНР осуществляется деятельность в сфере нетарифного регулирования в области охраны окружающей среды при трансграничном перемещении через таможенную границу ДНР отдельных видов товарной продукции. Целью данного контроля является соблюдение норм и правил международных соглашений, конвенций и договоров. Хотелось бы обратить внимание, какие именно товары включены в данный единый перечень. Это отходы производства и потребления, вещества, разрушающие озоновый слой, а также товары, которые могут или содержат данные вещества. Это средства защиты растений, которые ограничены к перемещению через таможенную границу ДНР. Это дикие животные и дикорастущие растения, которые занесены в Красную книгу, как республиканскую, так и международную. Это виды животных и растений, а также их части или дериваты, которые находятся на грани исчезновения. Это планируемое к экспорту лекарственное сырье растительного и животного происхождения. Это зоологические или ботанические коллекции или их части, ограниченные к перемещению через таможенную границу ДНР. Это минеральное сырье, информация о недрах, а также чрезвычайно опасные химические вещества, ядовитые вещества, продукты биотехнологии и биологические агенты, ограниченные к перемещению. При трансграничном перемещении через государственную границу ДНР в отношении товаров, которые попали в данный перечень, Государственным комитетом по экологической политике и природным ресурсам при главе ДНР выдаются документы разрешительного характера. В ДНР 26 октября прибыл юбилейный 70-й гуманитарный конвой МЧС РФ. 23 грузовика доставили в ДНР 290 тонн гуманитарного груза. Из них 270 тонн детского питания, 16 тонн медикаментов для Минздрава и 3 целевых груза в составе конвоя прибыли, 4,5 тонны художественной литературы для библиотеки имени Курупской. Также целевой груз прибыл для санэпидемистанции республики и для ДОКДМО. Сейчас на специальных пунктах приема груза в Донецкой и Луганской областях происходит разгрузка гуманитарной помощи. Далее весь груз будет распределен соответствующими организациями по социально значимым объектам Донецкой и Луганской областей и среди нуждающегося населения. После разгрузки автомобили направятся в Донской спасательный центр через пограничные пункты пропуска Донецкой и Матвеев-Курган. Спасатели МЧС России по приезду в Донецк ожидал приятный сюрприз от своих коллег из ДНР. Вы первые, подлинные, 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 правские, молодежь и народные. Я искренне благодарю вам советскую благодарность. Большое вам спасибо. Санэпидем для меня, спасатели. Перед первым приемом на помощь, показали, не забыли, обманули, стремонятия. Желаю вам, чтобы эти покоры были только люди. После слов благодарности Алексея Кострубецкого российским спасателям были вручены ведомственные знаки отличия МЧС ДНР, а также грамоты за оказанную неоценимую помощь Донецкой Народной Республике. Сергей Михайлов, Евгений Полянский, Новороссия ТВ. Председатель общественной организации фонд «Единый Донбасс» Олег Балыкин рассказал об итогах работы комиссии в ходе 13-го заседания. Среди поступивших заявок на получение материальной помощи комиссии было вынесено 126 положительных решений. Выплаты по данному протоколу начнутся уже на следующей неделе. Сейчас государственным предприятием «Почта Донбасса» уточняется адреса отделений почты, на которых заявители, получившие положительные решения от фонда, смогут забрать материальную помощь. По состоянию на 23 октября 2017 года осуществлена 741 выплата на общую сумму 22 млн 66 840 рублей. По Донецкой области средства уже получили 356 заявителей на сумму 11 млн 13 045 рублей. По Донецкой народной республике материальная помощь была получена 385 заявителями на общую сумму 11 млн 53 795 рублей. Также было отмечено, что уже на следующем заседании общее количество получателей материальной помощи по решению общественной организации превысит 1000 человек. Отдельное внимание было уделено вопросу подачи заявки гражданами, нуждающимися в помощи. В частности, подчеркивается, что оригиналы документов следует предъявлять, лишь когда по решению комиссии заявители получают материальную помощь в отделении государственного предприятия «Почта Донбасса» или Центре социальной помощи и административных услуг, работающих в рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса. Накануне также состоялась пресс-конференция министра образования и науки ДНР Ларисы Поляковой, которая в ходе мероприятия сообщила, что в рамках реализации гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса в высшие учебные заведения ДНР поступило 475 абитуриентов, а в образовательные учреждения среднего профильного образования – 192 абитуриента. Студенты, которые поступили в рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса, собственно, ничем не отличаются от студентов ДНР. Они также участвуют в общественной жизни, они также пользуются всеми благами, всеми возможностями обучения, воспитания, проживания. Около 200 студентов проживают сейчас в общежитиях образовательных учреждений. Также Лариса Полякова рассказала о детях, нуждающихся в особых условиях для получения образования, которые поступили в учебные учреждения республики в рамках гуманитарной программы. Образовательные учреждения специального образования – дети, которые нуждаются в особом подходе к обучению и воспитанию. В таких школах на обучение зачисляются каждый год ежегодно, кроме трех школ санаторного типа, там, где возможно зачисление не на один год, а на три сразу года. Таких детей у нас сейчас 44 обучаются, а в этом году поступило 15 детей. Под руководством депутатов Народного совета ДНР Екатерины Мартьяновой и Елены Мельник 26 октября жителю Киевского района Донецка была оказана помощь. 57-летний Евгений Садовский, инвалид второй группы, живет один на пятом этаже многоквартирного дома. Зная о сложной ситуации, соседка Евгения Людмила обратилась за помощью к депутатам через общественную приемную. Мы сегодня приехали, как всегда, в рамках проекта «Забота». Мы не меняем свои традиции, не останавливаемся на достигнутом. И, вы знаете, мы немного поменяли наш формат. Сейчас мы видим тот факт, что многие есть одинокие граждане, которые проживают сами. И к нам обратился Евгений, он проживает сам, без родственников. И у него на сегодняшний момент тяжелое материальное положение. Евгений, к сожалению, здесь находится один, он инвалид. И вы видели, в каких условиях он проживает. И в рамках проекта «Забота», который у нас является совместным проектом с Еленой Леонидовной, мы оказали ему помощь. Помощь была оказана по их просьбе. То есть было озвучено, что необходимы продукты питания. И, безусловно, мы это собрали, все сделали и привезли. Мы и дали ему, окажем помощь. Это было озвучено, что необходим интернет. Потому что, ну, представьте себе, человек сидит дома и ни с кем не общается. То есть ему нужно общение. Евгений живет очень скромно. И очевидно, что в такой помощи мужчина нуждается. Поскольку кроме соседки Людмилы, которая посильно помогает ему по хозяйству, больше рассчитывать не на кого. Евгений Юрьевич признался, что был очень приятно удивлен, когда узнал о появлении проекта «Забота» в его жизни. Я очень рад, что вы пришли. Нашла вот Людмила Дмитриевна вас. Я вас не слышал почему-то. Она нашла. Помогли очень хорошо. Овощи, картошка, то есть все. И в дальнейшем сказали не бросить. Очень благодарен за заботу. Благодарен, конечно. Приятные люди и в общении, и внешне. Ирина Семенова, Анна Триксель, Евгений Полянский, Новороссия ТВ. А 26 октября в здании исторического факультета Донецкого национального университета состоялась встреча депутата Народного совета Донецкой народной республики от фракции «Свободный Донбасс» Мирослава Руденко со студентами вуза в рамках конфликтологического клуба. В ходе мероприятия народный избранник выступил с лекцией на тему конфликт идентичности на Донбассе и Украине. Я надеюсь, что в итоге этой встречи получится интересная полаторная дискуссия, которая заставит, может быть, переосмыслить какие-то вопросы или приблизить понимание тех механизмов, которые привели к 2014 году и к созданию Донецкой народной республики, и к тому, что необходимо делать в будущем, чтобы сохранить свой потенциал, сохранить связь со своими корнями и продолжить развитие. Встреча за круглым столом собрала студентов Донецкого национального университета, неравнодушных к истории развития и становления территории Донецкой области. Мирослав Руденко во время своего выступления обсудил с участниками конфликтологического клуба аспекты, касающиеся русского мира в Донбассе и Украине. Студенты с интересом слушали лекцию и активно участвовали в обсуждении столь актуальной в нынешнее время темы. Ирина Семёнова, Елена Чистякова, Новороссия ТВ. 26 октября в Донецкой Академии внутренних дел МВД ДНР состоялась вторая ежегодная научно-практическая конференция, темой которой стали актуальные проблемы права и пути их решения. Основной целью мероприятия было ознакомление студентов, обучающихся по юридическим специальностям, ученых, практикующих юристов, а также сотрудников правоохранительных органов, как республиканских, так и ближнего и дальнего зарубежья, с основными достижениями и тенденциями развития юридической науки и практики. Наша конференция сегодня проводится в преддверии большого праздника, столетия со дня образования органов внутренних дел. Я думаю, что конференция обречена на успех, и здесь, как нигде, а в другом месте, мы можем с вами делиться опытом и, естественно, получать этот опыт. Организацию второй ежегодной научно-практической конференции взяла на себя Донецкая Академия внутренних дел МВДДНР. Содействие в проведении мероприятий оказал Народный Совет и Министерство внутренних дел Республики. Те программы, которые осваивают молодые люди, они действительно на сегодняшний день актуальны и востребованы у нас в республике. Мы будем стараться делать все возможное, чтобы, получив в руки диплом юриста высшей квалификации, они были достойными людьми в нашей республике. Дорогие друзья, стойкости вам, мужества, мудрости, несгибаемой воли и больших-больших успехов. В работе конференции приняли участие более ста участников юридического сообщества, в том числе и представители Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Кыргызстан. Свой доклад представил и депутат Народного совета ДНР от фракции «Свободный Донбасс» Алексей Жигулин. Вот такое взаимодействие законодателя и правоприменителя, в том числе на научных площадках, может привнести элемент развития, более активный толчок к тому, чтобы эта деятельность становилась все более эффективной, потому что данные сферы, они неотъемлемо связаны друг с другом. И законодательная сфера регулирования, и, конечно, правоприменитель должен принимать, принимать это законодательство и качественно его исполнять. Стоит отметить, что по результатам работы конференции планируется издание сборника материалов. В него войдут все представленные участниками доклады. Анна Триксель, Елена Чистякова, Новороссия ТВ. И звание героя труда ДНР посмертно на этой неделе был удостоен заместитель начальника электростали плавительного цеха Юзовского металлургического завода Сергей Дронов, который скончался от сердечного приступа 7 октября текущего года. 24 октября глава ДНР Александр Захарченко лично вручил вдове Ольге знак особого отличия золотую медаль «Герой труда ДНР». Время, когда мы теряем своих друзей, мне рассказали, что в республике теперь есть сталь, и я свою работу сделал. Значит, мне слова поразили голодной души. Человек отдал свою жизнь, свое здоровье, для того, чтобы в нашей стране был металл. Это настоящий моего подвиг. Уважаемые коллеги, мое личное мнение, что теперь зовут работу должен лучше, и мы должны просто ради этого человека сделать так, чтобы у мечта исполнилась. Коллеги Сергея Дронова выразили искренние слова соболезнования близким умершего, у которого осталась жена и две дочки. Они также поделились своими воспоминаниями, каким был Сергей. Я пришел на завод в 2001 году, и Сергея Александровича я с этого времени и помню. В то время он еще начальником смены работал. В памяти остался только действительно очень хорошим человеком, который всегда был в цехе, вникал в проблемы каждого участка. Старался понять, разобраться и помогал всегда. Действительно очень хороший человек, и о нем останутся только очень хорошие воспоминания. Начинал в его смене. Он был мастером печи. Ну, то есть всегда помогал мне. Ну, а дальше как бы все это время совместно сотрудничали. Золотой человек, конечно, был. Очень жалко. Алина Черняева, Евгений Полянский, Новороссия ТВ. Илона Густилина, так зовут пострадавшую девушку, уже прооперирована. Находится в сознании и может говорить. Илона, скажи, пожалуйста, ты помнишь, что произошло? Нет. Как ты себя чувствуешь сейчас? Очень много, все будет. Держись, мы с тобой. Все будет хорошо, будешь желать. Ты знаешь, что это был приказа? Да. Это в твоей квартире произошло? Да. Ты была дома, да, в этот момент? Вот на кухне? В тоже самое месте, где я взорвалась. Ну, пока ты не знаешь, да, из-за чего ты ее нашла? Врачи оценивают состояние пострадавшей девушки как стабильно тяжелое. Но медперсонал делает все необходимое для спасения ее жизни. Она, естественно, пострадала больше всех, потому что она была рядом с очагом этого взрыва. И у нее комбинированы и сочетанные поражения. У нее ожог второй-третьей степени на площади, будем говорить, где-то 97% поверхности тела, субтотальный ожог. Одна эта травма является крайне тяжелой, если не говорить еще больше. Но, кроме того, у нее еще ожог дыхательных путей, отравление угарным газом и несколько ран в результате осколков, которые во время взрыва образовались. Это осколки стекла, осколки зеркала и пластика. Мы ее оперировали буквально на следующий день, после, естественно, на фоне проведения активной, очень интенсивной противошоковой терапии. Вот при таких травмах, как у нее, нужно выполнять несколько обязательных условий. Если этого не будет, то нет никаких шансов вообще даже думать о том, что такую пациентку или пациента мы можем спасти. Потерпевшая на данный момент обеспечена всеми необходимыми лекарственными препаратами и средствами. У нас ни в чем нет проблем. Нам поставили из бюджета все лекарственные препараты. Более того, на следующий день студенты этой академии, ее соученики, начали сдавать кровь. Уже вчера было 8 доноров, в понедельник будет еще больше. Это нам тоже нужно, потому что нужны необходимые, очень важные препараты крови и много-много чего-всего. Но вы спросили про операцию. Действительно, на следующий день мы ее оперировали, и надо было оперировать. Мы пошли, начали ушивать эти раны, ликвидировали раны, но заодно сделали и очень важное оперативное вмешательство. Это удалили большую часть омертвевших тканей и закрыли эти поверхности искусственными покрытиями, в том числе искусственной кожей, которая у нас тоже есть пока еще, и будем надеяться, и дальше будет, и синтетическими покрытиями. То есть все раны практически закрыты. Это дает шанс, какой-то шанс на будущее, на то, что прогноз будет положительным. Но хочу еще раз повторить, что состояние пока остается крайне тяжелое. Около палаты в реанимации постоянно дежурит мама Илоны. Она не покидает стен больницы ни на минуту. Мне уже в последний момент позвонили, когда ее уже привезли в больницу. Я оттуда, с дома, с работы. Приехала, сразу позвонила по 103 службы по Фениксу. И мне сказали, что я привезла сюда, пожелала в центр. Я сразу примечалась сюда. А больше ничего не знаю, что там творится, что было, что где, что. Но я еще туда вообще не подъезжала. И не была. Нет, я только здесь так хочу. Рядом, да. Больница очень хорошая. Они отбросили нам большую помощь. Быстро. Главное, что вовремя все. Вовремя. Все. От нас еще. У них все есть. Мы еще ничего сами не предпринимали. Все прочее делают. Все помогают. Спасибо донору. Донора очень много. Но. Много откликнулись доноров. Спасибо большое. Всем люди, кто не безразличны, все помогают. Вот. Такие врачи очень хорошие. Все девочки, медсестры, все. Все. С института тоже идут. Доноры тоже просят. О помощи, что помочь. Но еще только идет. Напомним, что накануне в жилом пятиэтажном доме в центре Донецка прогремел взрыв. Инцидент произошел в Ворошиловском районе столицы ДНР около 16.30. По предварительной версии, в доме произошел взрыв бытового газа. Предположительно, эпицентр находился на втором этаже здания. В результате взрыва произошло обрушение всех перекрытий между первым и третьим этажами. Повреждены также порядка десяти оконных блоков. Власти Ворошиловского района пообещали, что жильцам поврежденного взрывом дома будет оказана необходимая помощь. Дмитрий Зиньковский, Евгений Полянский, Новороссия ТВ. Символом 22 октября являются белые журавли. В этот день во всем мире проходят акции и митинги, посвященные памяти воинов, погибших на полях сражений. При поддержке главы республики Александра Захарченко памятные мероприятия прошли во всех городах Донецкой Народной Республики. Главным из них стал торжественный митинг, прошедший в столичном парке Ленинского комсомола у монумента «Твоим освободителям Донбасс». В мероприятии приняли участие военнослужащие ДНР, ветераны Великой Отечественной войны, участники войны в Афганистане, а также мирные граждане республики. Как бы украинское правительство не пыталось переписать историю и вогнать нас в забвение исторических фактов, прошедших в 1941-1945 и продолжавшихся в 2014 году и по нынешнее время, мы должны чтить и помнить всех, падших на той и на этой войне. Организатором торжественного митинга в честь Международного дня белых журавлей выступило Министерство информации ДНР при поддержке исполняющего обязанности главы администрации города Донецка Алексея Кулемзина. К сожалению, война несет самое страшное в нашей жизни. Это смерть людскую. Выходят лучшие наши сыны и дочери. Мы свято чтим и будем чтить всегда их память. Вы сегодня все еще раз подтвердили свой донецкий незъебаемый характер, невзирая на какие перипетии природы. Мы здесь собрались. И для нас, для всех, я убежден, особенно звучит сегодня, никто не забыт, ничто не забыто. И так будет всегда. Непосредственное участие в организации мероприятия приняли и многие другие республиканские министерства и ведомства. В частности, Министерство обороны, Министерство образования и науки, Министерство молодежи, спорта и туризма, а также Общественное движение Донецкая республика и Общественная организация Молодая республика. Через горнил афганской войны прошло порядка 620 тысяч военнослужащих Советской армии. 15 тысяч мы потеряли наших боевых товарищей. Вечная память павшим в боях всем защитникам своего Отечества. Не взирая на непогоду, на митинге собралось более 2000 человек. Собравшиеся почтили память погибших воинов минутой молчания, после чего были возложены цветы к мемориальным плитам с именами павших защитников. Кроме того, все желающие могли прикрепить бумажных журавликов к специальному баннеру, посвященному памяти погибших воинов. Однако, наиболее символичным моментом стал запуск в небо клина из восьми белых журавлей с воздушными шарами. Между тем, в ходе мероприятия стало известно, что согласно указу главы ДНР Александра Захарченко, в Донецке запланирована закладка памятного знака в честь увековечивания памяти погибших за свободу и независимость Донецкой Народной Республики. Таким образом, в столице республики появится памятник белым журавлям. К сожалению, место его расположения и сроки установки пока не огласили. 28 октября в сквере около Театра оперы и балета имени Анатолия Соловьяненко состоялся антифашистский митинг. В нём приняли участие не только дончане, но и жители Мариуполя, которые с приходом новой власти вынуждены были покинуть родной город. Мероприятие было организовано под эгидой Форума спасения Мариуполя. Митинг носит явно антифашистский характер. Почему? Потому что сегодня мы отмечаем сразу несколько дат. Первая дата – это юбилей, 70-летие суда над немецко-фашистскими захватчиками, который этот суд проходил как раз у нас в Театре оперы и балета. Вот мы и собрались возле Театра оперы и балета. Второе событие – это освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков, которое тоже празднуется 28 октября. И третье событие – большой антифашистский официальный государственный праздник Греции – День Охи. Греция тоже чтит антифашистские традиции и сегодня празднует. А поскольку Мариуполь – город в некоторой степени и даже в значительной степени греческий, там расположено генеральное консульство Греции, мы вместе с Мариуполем отмечаем и День Охи. Главной задачей митинга является демонстрация единения жителей республики с прогрессивными антифашистскими силами Украины и Греции, а также с жителями Мариуполя. Целью данного мероприятия стало привлечение внимания к истории сопротивления фашизму в годы Великой Отечественной войны и в наши дни. Алина Черняева, Владислав Лем, Новороссия ТВ. 24 октября в Донецке в Институте неотложной восстановительной хирургии ГУСАКО состоялся День Донора. Все желающие могли помочь нуждающимся людям, пострадавшим от обстрелов и раненым бойцам Вооруженных сил Донецкой Народной Республики, сдав свою кровь. В акте пришли поучаствовать члены молодежного подразделения общественного движения «Свободы Донбасс» – «Союз молодежи Донбасса». Молодые люди узнали об акции из социальных сетей и не смогли остаться в стороне. Мы, как активная молодежь, хотим показать, что стать донором – это совсем не страшно и не тяжело. Достаточно только время и быть здоровым человеком. Потому что для вас это ничего не стоит, но тем самым вы можете спасти жизнь нескольких людей. Всего в этот день в отделении больницы собралось более 50 человек – добровольцев, считающих своим долгом поучаствовать в благотворительной акции. Мероприятия по сбору крови в больнице проводятся регулярно и призваны обеспечить донорской крови людей, оказавшихся в беде. Акция проходит не первый раз. Мы помогаем больным, детям, тяжело пострадавшим от боевых действий. Добровольцев очень много. Мы благодарим таких людей, которые неравнодушно остаются к этой проблеме. Сдают у нас кровь и сотрудники, и просто люди, пришедшие, вот увидевшие объявления. К сожалению, ресурсы больницы не позволяют принять кровь всех пришедших в отделение. Не всегда хватает систем. В каждый день донора у нас приходит очень большое количество людей. Охватить всех, к сожалению, мы не можем. Нам выделяют очень мало систем. Поэтому, если Центр переливания крови нам будет выделять гораздо больше систем, то мы, конечно, будем благодарны. Потому что у нас в прошлый раз пришло более 70 человек, что мы отсылали посыльных для того, чтобы нам дали дополнительные системы. Следующее мероприятие по сбору донорской крови планируется провести 17 ноября. Каждый день жизни тысяч больных находятся под угрозой из-за недостатка донорской крови. Это и пострадавшие под обстрелами граждане, и те, кто болеет. Это и взрослые, и дети, мирные жители, и военные. Донорство – это скромный подвиг во имя жизни других. Для того, чтобы стать донором, много не нужно. Достаточно иметь при себе паспорт, немного свободного времени и большое желание помочь другим людям. Дмитрий Зиньковский, Леолита Диани, специально для Новороссия ТВ. Старания творческих коллективов Донбасса, принимавших участие в торжественном мероприятии по случаю Дня Республики, были вознаграждены по достоинству. Руководством ДНР было принято решение организовать для них поход в один из развлекательных комплексов Донецка. Сегодня при поддержке главы Александра Владимировича Захарченко организован поход детей в аквапарк. Эти дети принимали активное участие в мероприятиях, посвященных Дню Республики. На стадионе полторы тысячи человек детей – это единение духа, поддержка всего стадиона, тысячи людей, которые смотрели на этих детей. И они смогли в себе найти силы. И очень красиво показать то, что было задумано режиссерами и организаторами этого мероприятия. Активно принимают участие во всех культурных событиях Донецкой Республики. И поэтому как в благодарность, в поддержку нашего молодого подрастающего поколения организована такая акция. Мы благодарны Александру Владимировичу. Аквапарк посетили более 350 детей. Впечатления от того дня и тех эмоций не погасли до сих пор. Все, конечно, очень переживали выступать, так как очень много было людей. Но все прошло очень замечательно. Все вспоминают с одним днем. И вот просто улыбка. Улыбка на лице. Такой большой подарок он сделал нашим деткам. Дети очень счастливы. Наши ребята сегодня получили такой большой подарок. За то, что они выступали 11 мая на большом празднике, на большом шоу «Флэш-мобе». Ребята очень счастливы вообще, что попали на этот праздник. Потому что полторы тысячи детей участвовали. Это настолько масштабно, настолько красиво. И как бы приятно, что нам доверили такую честь. И дети под большим впечатлением выступали. И мы хотим сказать огромное спасибо от всего коллектива. Сергей Михайлов, Новороссия ТВ. Здоровье подрастающего поколения – одно из приоритетных направлений деятельности власти Республики. Именно с этой целью сейчас проводится такое количество турниров, соревнований и чемпионатов по разным видам спорта. Один из которых в четверг, 26 октября, проходил в городе Снежное. Открытое лично командное первенство ДНР по тяжелой атлетике среди молодежи до 23 лет в рамках реализации гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса состоялось в новом спортивном комплексе «Олимпия» среди юношей и девушек. Сегодня мы принимаем открытый чемпионат и сразу же открываем новый клуб. Новый клуб у нас открывается именно частный, то есть физические лица, которые открывают спортивный клуб, являются тренерами. Это Сергей Николаевич, он старший тренер ДНР, является главным судьей этих сегодняшних соревнований. Сегодняшних соревнований. И по его инициативе, с его средств был создан этот клуб. Сюда приходит большое количество его воспитанников, то есть спортсмены, которые тренируются у него. Большое количество приезжает именно из города Донецка, которые тренируются именно у этого тренера. Он является также тренером детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва. И все его воспитанники выступают на международных республиканских турнирах. Благодаря ему у нас тяжелая атлетика в ДНР закреплена за городом Снежное. То есть мы являемся лидерами в спортивных соревнованиях, в достижении высот и спортивных высот. И нас знают на мировой арене. Организаторами открытого турнира выступили Министерство молодежи, спорта и туризма ДНР. При поддержке Федерации тяжелой атлетики республики. На мероприятии присутствовал президент федерации, который рассказал о важности занятий спортом. Сегодня сборные команды ДНР по тяжелой атлетике занимают призовые места не только на республиканском уровне, но и в Российской Федерации. Посетили Ростовскую область, Краснодарский край, Белгородский, Белгородскую область. Мы надеемся, что с открытием нового зала приток талантливых ребят увеличится и результат будет высоким. На этом мы не останавливаемся. Предстоит еще много работы. Мы уверенно и целеустремленно движемся вперед, вне зависимости от трудностей. Все ребята, которые приехали с призовыми местами, с Белгородской области, получили вот такие замечательные спортивные костюмы с нашей символикой. Сегодня удалось вручить им. Большое спасибо. В соревнованиях приняли участие порядка 40 спортсменов, профессионалов и любителей в разных весовых категориях. Некоторые из них ставили личные рекорды в поднятии веса. В чемпионате мог принять участие любой желающий. Главное – желание участвовать и воля к победе. Кроме парней, в состязаниях приняло участие достаточное количество представителей из прекрасного пола, которые в своей весовой категории не уступали мужчинам. Мне стало интересно, я решила попробовать и мне понравилось очень сильно. Спорт, прежде всего, развивает силу воли. Человек становится сильнее, ну, духовно, так сказать. У него появляются стремления к какие-нибудь цели. Самое положительное в таких мероприятиях – то, что они пропагандируют здоровый образ жизни, демонстрируют важность и пользуют занятия спортом. Ведь здоровое поколение – это светлое и прекрасное будущее всей республики. Дмитрий Зиньковский, Евгений Полянский, Новороссия ТВ и Снежного. Фестиваль художественного самодеятельного творчества среди учащихся специальных образовательных учебных заведений для глухих и с пониженным слухом детей «Юные таланты Донбасса-2017» состоялся в Луганске. К долгожданному мероприятию готовились долго. Как говорят сами участники выступления и их преподаватели, попадать в музыку несложно. Кто-то слышит низкие звуковые вибрации, а кто-то танцует под счет. Так что занимаются творчеством в специализированной школе все желающие. Это кропотливый труд наших педагогов. У нас ребята смотрят на педагога, они смотрят на счет, который дает педагог. Немного чувствуют вибрацию от волны музыкальной. Ну и вместе все. И, конечно, это колоссальный труд детей. Если бы дети не старались, если бы дети не хотели, у нас бы ничего не получалось. На конкурс мы привезли 17 детей. Всего в школе учатся 85 ребят. Сюда мы приехали 17 детей, выбрали ребят младших классов, потому что им очень хотелось. Ну и одну патриотическую песню, в которой уже были ребята постарше. Я знаю, что вы не зря выбрали патриотическую песню. Интернат находится довольно близко к передовой линии. Да, мы находимся приблизительно 2,5 километра от Донецкого аэропорта. Мы находимся в зоне, которая постоянно обстреливается. Нашей школе в свое время хорошо досталось. 24 августа 2014 года украинская армия поздравила со своей независимостью. Было два прямых попадания в наш интернат. После этого школу долго восстанавливали. Год мы в ней не учились. Мы учились в другом интернате, на базе другого интерната. Но потом вернулись в свой интернат. Большое спасибо за это Российской Федерации, которая помогла нам восстановить нашу школу. И теперь мы развиваем наших детей, учимся, поем, танцуем, рассказываем стихи. И все, что любят наши дети, мы все делаем. Путешествие для детей из Донецка началось рано утром. Автобус уже ждал ребят во дворе. Депутаты Народного совета ДНР от фракции «Свободный Донбасс» Алла Бархатного и Сергей Сверчков сделали все возможное, чтобы дети отправились на фестиваль «Юные таланты Донбасса-2017». Встречали в Луганске участников из Донецкой Народной Республики с огромным караваем. Любимым луганчанам-адланчанам! Да, спасибо. Ну, а мы вас встречаем нашим луганским караваем, нашим луганским хлебом. Так что рады, очень рады видеть вас на нашей земле. Очень рады, что детки побывают здесь, примут участие в нашем прекрасном фестивале, детском празднике. Так что принимайте! Благотворительный фонд «Добродолюбие» фонд под патронатом главы Луганской Республики приветствует сегодня всех в этом зале. Этот фестиваль «Юные таланты Донбасса-2017» дает возможность показать творческие способности всех детей, поверить в себя и свои силы. Дарит разное дружеское общение, подтверждает, что для настоящего таланта не существует никаких преград. Фестиваль, организованный при поддержке общественного фонда «Благотворительный фонд «Добродолюбие», посетили представители руководства Луганской Народной Республики. «Юные артисты» выступали в разных номинациях. Они в буквальном смысле проигрывали песню под фонограмму известных исполнителей, неслышно произносили слова, а эмоции выражали жестами. Казалось, что они дирижируют невидимому оркестру. Как оказалось, чтобы петь жестами, тоже нужен талант и особое дарование. Все выступления юных дарований растрогали зрителей, да и у самих педагогов, которые трудились вместе с ребятами над подготовкой номеров, и у родителей на глаза наворачивали слезы. А во время выступления участников из Донецкой Народной Республики зал встал. Первое место занял танец. Сыплята представителей Донецка. Дончане достойно представили республику. Заняли два первых за хореографию и акробатический номер, и второе место за исполнение песни. Специальный приз от Министерства труда и социальной политики получили тоже дончане, исполнившие акробатический номер. Марина Еремченко, Илья Летодиани, Новороссия ТВ из Луганска. А в Донецке проходят премьерные показы скандального фильма Алексея Учителя Матильда. Режиссер со своей точки зрения раскрывает некоторые моменты личной жизни русского царя Николая Второго, которые и спровоцировали резонанс вокруг фильма. Съемочная группа Новороссии ТВ была на показе и спросила у дончан мнение о картине, чтобы вы смогли решить для себя, смотреть этот фильм или же нет. Вот знаете, мне понравилось, я не поняла, почему был скандал по поводу этого фильма, непонятно. Очень приличный, интересный фильм. Просто красивая, костюмированная, историческая мелодрама. Там есть актеры, которые, допустим, я видела в первый раз в фильмах, но так ничего, хорошие играли. В принципе, то, как историю показали. Волчевске. Волчевске. Мелкий дождь будет идти с утра и до самого вечера. Ночью плюс 4, днем плюс 9. В Мариуполе утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. В первой половине дня возможен дождь. Днем плюс 10 градусов, ночью плюс 4. В Славянске. Ночью и утром ожидается дождь. В течение дня небо будет скрыто за облаками. Днем плюс 9 градусов, ночью плюс 4. В Краматорске. Утром продолжится ночной дождь, но ближе к полудню он должен закончиться. Облачно. Плюс 8 градусов днем, ночью плюс 4. В Янакиево на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Утренний дождь закончится еще до полудня. Ночью плюс 3 градуса, днем плюс 8. В Гурловке небо будет скрыто за облаками. Незначительный дождь закончится к середине дня. Плюс 8 градусов днем, ночью плюс 4. В этот день в Макеевке. В первой половине дня ожидается дождь, но весь оставшийся день пройдет без осадков. Плюс 3 градуса ночью, днем плюс 8. В столице Донецкой Народной Республики дождь начнется еще до рассвета, но к середине дня должен прекратиться. Плюс 9 градусов днем, ночью плюс 3 градуса.